Закончились продолжительные выходные. Отгремел торжественный парад. В нем приняли участие сотрудники предприятий города, коллективы органов местного самоуправления, учреждений образования и здравоохранения, федеральных структур, общественных объединений, предприятий районов Карачаева и Лимбияха. Все торжественные мероприятия прошли по плану. Репортаж Ксении Белозеровой. Традиционно 9 мая погода новорингойцев не радует. Но, несмотря на это, более 25 тысяч человек в назначенное время построились к торжественному параду. Мало просто пройти в общем строе. Колонны богато украшены шарами, цветами, праздничной атрибутикой. Представители одних предприятий в корпоративных куртках, другие в форме военных лет. Очень много стилизованной техники. Третий год подряд мы демонстрируем этот паровоз, который гудит, у которого крутятся колеса. Мы очень долго его делали. Третий раз мы уже выезжаем. В торжественном параде принимают участие и подлинные автомобили тех лет. Но даже те, кто пришел сюда в качестве зрителя, удивляют военно-технической импровизацией. Мы подготовились 9 мая. Мы маленькие, но мы уже отдаем честь нашим старика. Празднование Великой Победы объединяет людей и делает из человека гражданина. Убеждены организаторы акции «Бессмертный полк». Портреты героев Великой Отечественной войны пронесли и в Новом Уренгое. Средства массовой информации города с удовольствием присоединились к всероссийской акции. Безусловно, горжусь подвигом своего деда, который воевал. Горжусь подвигом своего деда, который участник Великой Отечественной войны. И он жив. И я желаю ему здоровья и долгих лет жизни. И, дедуля, я тебя люблю. Слова благодарности звучат и со сцены. Праздничный парад завершается торжественным митингом. Поздравляю вас с 68-й годовщиной Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы преклоняемся перед героизмом, мужеством, отвагой советского солдата. С чувством искренней благодарности желаю вам здоровья, мира, счастья, успехов и благополучия. Торжественная часть празднования завершена, но новорингойцы не спешат расходиться. Кто-то вместе с артистами поет песни военных лет. Кто-то согревается горячим чаем и гречневой кашей, приготовленной в условиях полевой кухни. Но, безусловно, всех объединяет гордость великим подвигом советского народа. С каждым годом на торжества, посвященные Дню Победы, приходит все меньше и меньше ветеранов. Поэтому нам, благодарным потомкам, необходимо окружить их вниманием и особой заботой. И желательно не только в памятную дату. Ксения Белозерова, Роман Чернов, Служба новостей «Импульс».